Друзья, всем привет! Вы, наверное, слышали, что из Черноморского до Оленевки сделали дорогу. Я предлагаю вам сегодня на нее посмотреть. Поехали! Начиная от круга в Черноморском, по пути в Оленевку, я не сразу понял, что мы едем по новой отремонтированной дороге. То ли к хорошему быстро привыкаешь, то ли разметку уже почти не видно. Но путешествующая остановка сразу внесла свою долю позитива. Тем более, когда такие же самые новенькие остановки начали встречаться с завидной периодичностью. Итак, мы повернули с вами налево, в сторону Калиновки. Маленький реверант с любителем карт и едем дальше. Эта новая, точнее отремонтированная дорога, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. К земле мы с вами еще вернемся ближе к концу этого видео. А пока я пару слов скажу вам об этом проекте. Работы по ремонту автомобильной дороги Черноморская Оленевка протяженностью 23 километра выполняла подрядная организация ООО РУС Ремстрой. Эта дорога относится к дорогам муниципального значения. А какое значение для нас, для тех, кто любит западное побережье Крыма с его фантастическим морем и волшебным звездным небом, имеет эта дорога, даже сложно сказать. Наконец-то можно доехать до Оленевки спокойно и безопасно. Ведь теперь не нужно обижать ямы и выбоины. Этот ремонт обошелся в 273,5 миллиона рублей. Как вы видите сами, до сих пор еще идет обустройство остановок и в некоторых местах доделывают обочины. Думаю, к летнему сезону мы с вами сможем прокатиться с ветерком от Черноморского до Оленевки. Именно до. А я это видео снимал на экономном датсане от Крымавтопроката. Напоминаю, что для моих подписчиков в этом сезоне действует специальная скидка. До 28%. По промокоду КЭП2020. Информацию и ссылку ищите в описании к этому видео. Едем дальше. В этом месте мне очень нравится прямой участок дороги. Кажется, если сильно разогнаться, можно перелететь в море и оказаться в Болгарии. Тут, кстати, очень хорошо ловят болгарские и румынские радиостанции. Через море всего 200 километров. В этих краях часто можно увидеть перебегающую дорогу куропаток и разных диковинных хищных птиц. Ну а мы с вами движемся прямиком в Оленевку. Тут еще идут кое-какие ремонтные работы. Но осталось совсем чуть-чуть. Итак, въезжаем в Оленевку. Музыка. 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 Я вам говорил, что дорога идет от Черноморского до Оленевки. Тут главное слово до. Сейчас вы сами все увидите. Музыка. Музыка. Уже почти год вот такая картина. И думаю, этим летом она не изменится. Вроде делают хорошее дело, ведут водопровод, строят очистные и разводящие газовые сети среднего давления. Но все это похоже больше на результат бомбардировки или попросту издевательства. Как вы считаете? Музыка. Говорят, ООО «Уральская строительная компания», проводившая работы по реконструкции сетей, бросила объект и сбежала. Стоимость работ составляет 145 миллионов рублей. Очень странно, но в последнее время многие объекты ФЦП находятся в таком состоянии. Вспомните набережную Вифпатории. Про Саки я вообще молчу. Поверьте, примеров очень много. Может дело не только в подрядчиках? Такое положение дел, мне кажется, принимает системный характер. Жителям Оленевки хочу пожелать терпения. Будет и на вашей улице Ленина праздник. А своим подписчикам по традиции предлагаю поделиться этим видео в сетях. Без вашей помощи жители западного Крыма еще долго не увидят нормального сезона. Ну а я по-прежнему верю, что все неприятности мы переживем. И наш прекрасный Крым, как бриллиант, получит достойную огранку, а не эти убогие синие крыши. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Поздравляю всех с весной и до скорых встреч на канале Капитан Крым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok